Всем привет! Мы уже идём в лагерь. Да? У нас вообще ливень такой был утром капец, а сейчас ничего нет. Он закончился до Дениса выхода на автобус. Ну а сейчас вон солнце светит. Вообще прекрасно. Всё, дом помыт. Чисто. Ещё как назло, меня сегодня покосили. Короче, я работала сегодня два с половиной часа. Но покосили так, что вся трава на дорожках была. Капец. Я успела подмести до дождя. Короче, я пришла, они уже практически были, покосили всё. Вот так это всё выглядело. Но вот что подметено, это моя территория, а это уже не моя. И в итоге вот так было. А сейчас оно ещё дождём прибилось, то вообще пипец. Ой, капец. Иду в Доброном. Хочу суши. Наверное, не будет даже сегодня, в принципе, среда. Хотя, может быть. Если будет Калифорния, брать даже не буду. Фигня какая-то. Вот эти Акаси или, как их там правильно, вот они вкусные. А на Калифорнию больше деньги тратить даже не буду, потому что, ну, мне имбирь не нравится. Всякая вот эта фигня непонятная тоже не нравится. Не знаю, там этот был имбирь и... Не помню, как это называется. Короче, есть имбирь, который дольками маринованный, а есть прям такими... Блин, я не знаю, даже редьку чем-то напоминает. Может, там и была редька, хрен его знает. Ну, короче, фигня. Невкусно. Вот, сейчас посмотрю, будут или нет. Сейчас полдвенадцатого. Пока я доеду, будет где-то двенадцать. И сегодня мы с Полиной, я её заберу в три часа. Вот. И с Полиной поедем к стоматологу. В три заберу, зайдём домой, она бросит свои вещи. Вот и поедем. Короче, надо снимок показать врачу и будем решать, что там капы ей делать, не делать. Короче, будем заниматься её зубами. Потому что таким мелким детям сначала делают капы, в основном капы выравнивают, но если места мало, удаляют просто некоторые зубы. Ну, чтоб, типа, те, которые заложены постоянно, чтобы им было куда вылезть. Это ж молочное до сих пор. Сейчас я не забуду, покажу снимок Полины. Там так смешно всё выглядит в два ряда. Ну, в смысле, эти первые, вот эти зубы, да, и под ними вторые, которые, как бы, вот эти выталкиваются, и получится, что будут постоянно потом вылазить. Ну, так интересно расположено, капец. Я такого ещё не видела. Вот так вот. Поэтому будем решать. Таким детям сначала делают капы, некоторым помогают, а кому не помогают, то уже в дальнейшем с 13 лет брекеты. Всё, суши, короче, купила свои любимые, идущие за наждачной бумагой в гему. Я вот высмотрела тут кролика одного красивого, хотела взять, как фигурку, чисто отлить из силикона. Ну, блин, не знаю, стоит, не стоит. Он один, и, смотрю, он по отливке вообще сложный. Не знаю. Блин, чтоб был поменьше, я бы его взяла. Я уже давно на него смотрю. Прикольно. Прикольно. Такой миленький, обалдеть. Столы те как раз купили, так вот до сих пор и нету, поэтому вовремя я урвала. И последние, которые были, они были по 160 рублей, 162. Вентиляторы почём. Я свой за 50 купила. Вовремя. Сходила, блин, называться за наждачкой, 15 рублей оставила. Ну всё, наконец-таки я дома. Достала закатки. Нужно будет компот сегодня открыть. Посуду попозже помоем. Короче, в аптеке купила лекарства. Мне там нужно было. Вот такую вот сетку в геме взяла. Это та же наждачка, только сеточка для того, чтобы пыль лишняя, короче, через вот эти дырочки высыпалась. Короче, хочу попробовать. Выкупила себе тёрку. 7 рублей. 7 с чем-то там. 7,45, по-моему. Короче, вот такая вот крутая тёрка. Но со скидкой она, по-моему, 7,15. Ну, пофиг. 7 рублей. Потому что были такие, что надо оттянуть, прижать. Это фигня. А здесь вот как бы вот эти штучки и зажимаешь. Ну, типа поднял, зажал. Прекрасно. Красота. Вот. Так. И тут ещё чего у нас? Чего у нас и где у нас? Наждачная бумага. Здесь 2 метра 180 и метр 240. Вот. Это я уже взяла, чтобы, короче, туда не ходить. Потому что... Потому что... Потому что, блин, как бы по полметра покупать, это, конечно, дико. Вот. Так что всё. Наждачка и запаслась. Купила в магазине бумагу туалетную. У нас закончилась. Дальше. Взяла вот эту альфа-колу. Ну, прикольно. Кока-кола с лимоном, но... Не особо, если честно. Не зашло. Мне нравится там с другим вкусом. Какой-то вишнёвый, по-моему, черри вроде. Вот. 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 Прикольный. Вот. Взяла себе и Денису вот такой вот йогурт. В Полине взяла её любимый с шоколадом. И плюс баночки. Вот эти собираю, поэтому и беру, в принципе. У меня тут безотходное производство. Майонез. Я сегодня, когда приеду с малой, я хочу сделать картошку. Наверное, пожариваю. Вот. Размораживаются у меня грибы и фарш. Сделаю котлеты домашние с картошкой. Скорее всего, отварю, а потом обжарю всё это вместе с лисичками. Вот. Короче, тут талон. Неинтересно. Это, по-моему, из гемы, короче. А, я же ещё две батарейки взяла, точняк. Вот так потом в чеке и нахожу, что купила. А потом по карманам. Потому что иногда купишь те же батарейки и в кармане забуду достать. И потом фигня получилась. Батарейки по рубль 0,7. Это я хочу в часы. Потому что у нас уже, не знаю, наверное, с полгода часы не работают. Ни одни, ни вторые. Ай, капец. Короче, взяла две батарейки. Там прям на кассе. Одна в комнату, вторая вот так. Не знаю, нормальная вроде. Главное, солевые не брать. Потому что они реально хреново. Но эти алкалинки, в принципе, пофиг. Потому что у нас уже по два с половиной рубля. Вот. Ну и были, собственно, мои эти Акаси. Тринадцать рублей. Три пачки там было. Не знаю. Сейчас посмотрю дату, когда привезли. Когда сделали. То есть, ну вот, двенадцать девяносто девять. И всё, что это в магазе. Сейчас я гляну. Переверну. Так. Шестого ноль шестого. Так. Изготовлено шестого. Годен до одиннадцатого. Ну, получается, где-то седьмого примерно привезли. Обычно шестого, седьмого привозят. Ну, ориентировочно в понедельник. Ну, по крайней мере, ещё хорошенькие. Сегодня же какое у нас число? Девятое, по-моему. Ну, вот. Восьмое даже сегодня. Кое? Девятое. У меня уже, блин, что-то... Вчера же седьмое было. Ну, короче, ещё срок хороший. Потому что шестого изготовлены. Так что я сейчас покушаю. Потом помою посуду. И если успею, я начищу картошку. Вот сейчас это всё в холодильник поубираю. И свои вот эти вот одни расходы. Вот я не знаю, говорю, как некоторые работают. Вот вообще пипец, если честно. Потому что начинаешь чем-то заниматься. И хочется всё больше и больше и больше. И ассортимент расширить. И как-то... И в итоге такая фигня. Получишь деньги, как говорится, за товар. И сразу же что-то покупаешь. Что-то обновляешь. Но на эту штуку нужно было давно потратить. Я даже не знала, что она 7 рублей стоит. Есть такая за 5. Но я взяла вот эту вот покрепче. Были ещё за 8,5. Ой, короче, капец. Ну, расходный материал. Что же сказать. Поэтому так вот и получается. Я уже начистила картошку. Приду сварю. Промыла ещё разочек лисички. Сейчас помою мойку. И хочу заправить фарш, чтобы он немножко настоялся. И пока туда-сюда ещё успела Полину записать на приём к окулисту. Что-то потемнело. Я надеюсь, что дождя не будет, блин. Вот, кстати, сейчас снимок достала. Вспомнила, что хотела показать. Короче, вообще прикольно. Ай, капец. Ну, вот видно, где у неё дефект. И вот этот вот зуб ушёл чуть назад. Этот как-то вот так. Короче, их надо сюда. А эти зачатки. Ай, блин, капец. Бишь, что я не могу. Ну, у нас всё-таки дождь прошёл. Ну, сейчас уже нету. Прекрасно. Иду за малой. Сейчас 13 минут. У них вахтёры такие классные. Там, офигеть. Всё такие добрые. Обалдеть. Ну, что самая простая школа обычно. Так пока постояли, поговорили. Всё, а ты сейчас приходишь. Счистишь зубы. Едем к стоматологу. Потом придём. Будем учить уроки. Нет. Я пошутила. У нас, кстати, сейчас сильно гремело. Всё, взяла я снимок, паспорт, карточку, деньги. Полину. Полина уже там где-то на дороге. Вот, короче, через 3 минуты написано якобы приездить таксу. Вызвали, короче, с креслом. Он ещё, этот, высаживает человека. Так что ещё подождать надо. Он гремит, как капец. Тебе нравится в лагере? Первоклашки спать пошли, а их трое осталось. Он ещё едет такса. Сейчас посмотрим, он приедет с этим... С креслом или нет. Здрасте. Обычно такси быстрее приезжает. Садимся. У кого здесь катарик есть, я приеду. Ну, короче, вот так. Сам пристегнул, отстегнул. Вообще супер парнишка. Ну, дождь влупил, короче, мы вышли уже от стоматолога. И такси 9.40. Сейчас на чём-нибудь поедем в сторону Советской хотя бы. Капец. Короче, нет винтов, поэтому не заказали капы. Сказали, где-то в августе позвонят нам. Должно будет приехать, сделать, короче, эти капы. Там будет такая бабочка на нёбе. И металлические штучки, которые будут на зубы давить. Ну, потом уже со временем покажу, что там да как. Ну, короче, нам сказали, позвонят. Мы показали снимок. Сказали, в принципе, поравнять можно. Прикус у неё нормальный. Если был прикус ненормальный, то только брекет система и всё. Ну, вот, а здесь вроде более-менее. Ну, уже ливень успокаивается. А мы попали прям под такой дождь, что просто офигеть можно. Сейчас уже более-менее. До этого мы, короче, когда отъехали, там вообще был капец. Короче, вот, какие мы припёрлись. У меня насквозь голова, насквозь все шмотки гремит. И малая также вымокла. У меня обувь вся. Можно просто выливать. Короче, помылись, нифигово. Жесть. Всё, раздеваться. Охренеть, у нас гремит, и снова дождь пошёл. О, офигеть. Короче, я варю картошку. Не знаю, где Денис пропал. Уже час, как его нету. Котлеты. Одну сторону обжарила. Я ещё такого вообще не видала. Она, малыша, скользкая. Так ещё её, когда берёшь, там, получается, вот конструкция такая хитро сделанная. И она вот, как бы, перекатывается. Её фиг возьмёшь. Она вот так вот, типа, катается прям. Да-да, капец. А, жесть. Вы просто знали, блин. Как это... И приятно, прикольно. Хочешь, её хрен удержишь. Я в магазине, короче, такая взяла. И там она по этим полкам как начала скакать. Ну, я уже приготовила. Кушать сейчас буду накладывать Полине и себе. Пока что наложила Денису котлетки. Вот такие вот. Тут освещение, конечно, трындец. Они какие-то тёмные, кажется. На самом деле, они намного светлее. Вот. Короче, неважно. Зато вкусно. Всё. Кто кушает, тоже всем приятного аппетита. И ещё йогуртик у нас. Я и забыла про него. Полине уже занесла. Кстати, свещая аж просто капала. Ну, сохнут у нас тут. Но готовила ему, тут он не идёт. Смотри, как я тебе как в лучшем ресторане. Смотрите, ещё недоволен. Ну, а что-то стало. Видишь, как я тебе красиво сделала. Ну-ка, ешь. Сидит, даже ничего не слышит. И ест, и пьёт параллельно. Офигеть. Причиной жуги, снижая выработку кислоты на целый день. Не забудь омест 10 лет. А мне ещё надо завтракать, докринологу позвонить, записаться. Ой, тут не записаться, а спросить, есть ли реактивы на пролактин. Мне нужно сдать кровь на анализ. Будут там проверять, короче, чё у меня там с этим гормоном. В итоге надо на пятницу ещё как-то умудриться это всё успеть сделать. Вкусно? Вкусно? Вкусно?